Егор Крутоголов – украинский актер-комик, художественный руководитель объединения «Дизель Студио» и телеведущий. Биография артиста связана с юмором с ранних лет. В нем актер нашел вдохновение и призвание. Миллионы зрителей Украины и России следят за выпусками «Дизель шоу» и сменой образов актера. Егор родился в городе Николаеве 6 июля 1980 года. Его мать работала педагогом, а отец – инженером. Никто из родственников мальчика не был связан с творческой средой, но артистические способности он демонстрировал с детских лет. Поначалу Егор занимался бальными танцами, а затем начал участвовать в создании юмористических сценок. Юноша быстро оказался капитаном школьной команды КВН. Получив школьный аттестат, Крутоголов поступил в университет имени Могилы. Обучение шло настолько успешно, что молодой человек стал кандидатом в педагогических наук и начал преподавательскую деятельность. Сложно представить, что харизматичный юморист читал лекции в университете, но его занятия были востребованы среди студентов. Поняв, что без творчества жизнь невозможно, Егор начал участвовать в различных юмористических проектах. Вместе с партнерами Евгением Гошенко и Михаилом Шинкаренко он организовал команду под названием «Банда Дизель» и выступал на соревнованиях КВН. В 2003 году коллективу удалось выиграть Кубок Содружества. Он три раза становился чемпионом Южной лиги в Одессе, но в Москве дальше 1-8 пройти не удавалось. В 2006 коллеги завоевали Кубок Президента Украины и расстались. Крутоголов не думал о завершении юмористической карьеры и продолжал творить. В 2013 он получил предложение о сотрудничестве от телевизионного канала и вместе с единомышленниками организовал проект «Дизель-шоу». Название было взято в память о команде КВН. Первым проектом «Дизель-студио» стал скетч-сериал «Путевая страна». Затем в эфир вышли «Дизель-утро» на «Троих», «Папаньки» и другие. Егор Крутоголов совмещал актерскую деятельность и роль художественного руководителя объединения. Его команда состояла из давних приятелей, которые привыкли работать сообща и перевоплощаться в различные образы. За плечами Егора оказалось множество ролей. Амплуа веселого здоровяка привлекала внимание и симпатию публики. Юмористическая передача вышла за рамки телевидения, и артисты стали гастролировать в родной стране и за рубежом. В творческих поездках принимали активное участие Яна Глушенко и Александр Бережок. Помимо комедийных телепроектов, Егор пробовал себя и в кино. Его фильмография пополнилась ролями в сериалах «Такси», «Байки Митяя». Артиста также привлекали к работе над полнометражными лентами. Среди них фильмы «Как казаки» и «Улыбка Бога» или чисто одесская история. 3 июня Егор и Екатерина Крутоголовы отпразднуют годовщину свадьбы. 19 лет назад они поженились в родном Николаеве. 43-летний актер и художественный руководитель юмористического дизель-шоу как-то в интервью сказал, что ему очень нравится быть семейным человеком. Правда, от такой жизни он очень поправился, потому что Катя невероятно вкусно готовит. А жена признается, что за все годы совместной жизни у нее нет претензий к любимому мужу, кроме как к ночным походам к холодильнику. В общем, отмеченное чувство юмора спасают Егора и Катю в супружестве. Жена давно не ревнует своего звездного мужа к постельным сценам на концертах, уточняя, правда, что ей повезло, что Егор – комедийный актер. После женитьбы важно вписать свою половинку в уравнение своей жизни и всегда его учитывать при жизненных расчетах. В отношениях главное не изменять, уважать друг друга и всегда искать компромиссы. Мы с моей женой договорились, что будем идти по жизни вместе. Теперь я уже не один в упряжке, нас двое. Нельзя отморозиться, мол, я сам по себе, а ты сама по себе. Я командный игрок и мне важно партнерство, которое есть у нас с Катей. Делится своим счастливым семейным опытом Егор Крутоголов и резюмирует. Для меня важно внутреннее ощущение, что тебя любят и ждут. В актерской среде крепкие семьи, которые сохранили брак на протяжении десятилетий, редкость. Егор и Катя познакомились в Николаеве, когда ей было 13, а ему 16 лет. Начали встречаться через несколько лет. Катя говорит, первое, что отметила после знакомства со своим мужем – это хорошее чувство юмора. А Егор Крутоголов признается, что он далек от романтики и редко дарит цветы жене. Впоследствии супруга артиста работала штатным фотографом проекта «Дизель-студио». Егор старается уделять семье как можно больше времени и с радостью делится деталями личной жизни с поклонниками. В 2019 году в интернете появились трогательные ролики с участием супруги и новорожденного младшего сына. Сейчас папа воспитывает двух сыновей – Льва и Максима. Егор – поклонник активного образа жизни и кандидат в мастера спорта по большому теннису. Рост актера составляет 181 см, а вес – 105 кг. Он часто участвует в заездах на картинге, увлекается боксом и пауэрлифтингом. Интерес отца разделяет и старший сын. В 2017 году Лев стал чемпионом Украины по картингу. Егор сразу опубликовал фото триумфа сына в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова